ехал маршрутки сейчас добрать и играл по радио новости французский человек компьютер доказал свой статус из двухсот значного числа корень 13 степени вычисляет за 3 на за 7 секунд и мне сразу стыдно так стал помнить вчера когда катечкина обсуждали и считали все продам секунд было гораздо больше но получилось так что катечкина по нашим подсчетам весит должна 187 килограмм и вот а еще вчера когда еще я это не узнал что мы ошиблись в расчетах я думал что я боюсь все время сказать какую-нибудь глупость так мы всю дорогу глупости говорим вопрос о бреде ахинея глупости вчера он писаешь вот смотрю вечером новости по нтв итоговые программы новостей там говорят а сейчас у нас странное событие в сша и на на связи наш корреспондент со странцев события состоит в том что в штате каком-то там в городе парма на бензозаправке люди увидели привидение такие и так надо на проводе и наш корреспондент сша там александр александр такой да александр такой вы знаете правда люди на увидели увидели привидение я сижу думаю что за бред и тв как бы новости центральные я понимаю там поэтому чернушины бывают какие-то передачи там да там бред какой-то а тут центральные новости то есть вообще и он такой да вот увидели на в городе парма на бензоправке летало привидение фиолетового света и даже скрытые камеры засняли показывает сюжет такой там значит такой машина стоит ну бензоправка и такая фигня короче такая фиолетовое облако такой метается такой пометалась секунды 4 убрали сюжет и такие ну как александр объясняет местные там ученые что там он такой ну вообще рядом находится индейское кладбище типа что-то и типа это не пили впервые а вообще некоторые там местные жители считают что это привидение это это дух нефти который летает знак протеста против повышения цен на нефть понимаешь это не сразу напомнило такую ситуацию как бы у меня соседка она ну покупать все там всякие газеты зож жизнь а вот ему о покупать и я однажды посмотрел думаю дэху посмотрю что там в нл я прям открываю на первые фотографии которые наткнулся такой фото жаба такая явная в общем дельфин такой на песке лежит а у дельфина руки человеческие и на пире такая подпись дельфина выбрасывается на побережье калифорнии в знак протеста против загрязнения окружающей среды есть один чувак он походу делает больше путина на благо имиджа россии он русский живет уже давно в америке ведет блог и вот вчера в российской благосфере вот перевод из его блога то есть я сразу хочу предупредить что вот эту инструкцию для иностранцев как пить на русской вечеринке писал русский от этого понятно что она работает и тут есть совершенно потрясающие вещи вот написано что русские считают иностранцы не умеют пить ну это так это правильный и при этом русские считают что обязательно иностранцы надо напоить и вот как 2 неправильно как себя иностранцев вести если вы начали пить водку пейте только водку закусывайте салат оливье очень смешно это смешивается вся еда что есть в доме и заливается толстый слой добавляется вареные яйца и дает толстый слой майонеза украинцы любят закусывать копченым салом с чесноком но это закуска для профессионалов иностранцев не рекомендуется обязательно пить первые три рюмки этим вы покажете что вы общительный дружелюбный человек а потом можете пропустить для этого нужно сказать я пропускаю очень мне понравилось активно участвуйте в интеллектуальных беседах за столом и отличные советы что делать после вечеринки оставить бутылочку пива в холодильнике в 5 часов утра выпить ее и лечь досыпать а водкой похмеляться не следует потому что это тоже для профессионалов знаешь если русскому человеку использовать инструкции допустим определенный момент я пропускаю я в принципе частью советов пользуюсь и так как бы уже знаю но универсальный ну ты мне видишь мне не интересно пить там чистые напитки если вы начали пить только водку нет 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 начали пиво пришли на вечериночку уже на двух пивасах да мы начинается водка потом откуда-то появляется винище потом кто-нибудь достает коньячок и вечером по дороге домой обязательно еще бутылочку пива отлокировать обязательно и вот тогда ощущение какие-то мне уже просто чистый напитки